Ну, история действительно очень показательная. Дело в том, что когда демократические процедуры некоторые долго не используются, то механизмы ржавеют. В Америке в свое время такой межнациональный мир был установлен тем, что в полицию брали пропорционально людей тех национальностей, которые живут в этой территории. Словно говоря, вот эти проблемы, про которые мы знаем огромное количество фильмов про итальянскую мафию, про китайскую мафию в Нью-Йорке, они были решены только тогда, когда в полицию начали брать итальянцев, соответственно, китайцев в Чайна-тауне. Но, видимо, в Фергусоне этот принцип был нарушен. И поэтому сейчас уже даже бессмысленно обсуждать, был ли российский какой-то аспект в том, что белый полицейский убил черного мальчика. То есть был нарушен вот этот вот баланс, что в городе, в котором живет большинство афроамериканцев, в полиции было большинство белых. И вот то, что сейчас там происходит, это такое стихийное регулирование вот этого процесса. Я думаю, что это будет очень важным прецедентом для Америки, потому что, еще раз говорю, демократические процедуры, понятно, что Линкольн когда-то написал, значит, Конституцию, да, вот это священное писание и так далее, и так далее. Но демократические процедуры требуют постоянной настройки. И как только что-то не так, что-то, значит, общество как бы сигнализирует о том, что это не так. Значит, безусловно, та жестокость, которая была все-таки применена уже полицией по работе с этим стихийным митингом, она связана именно с тем, что, ну, американская власть испугалась, она не имеет такого опыта. Они привыкли регулировать каждый день какие-то демонстрации в Нью-Йорке, которые проходят, в которых могут быть самые агрессивные лозунги, но при этом мирные абсолютно демонстранты, которые даже бычков на улице не бросают. А тут вдруг встретились с такой более агрессивной стихией, да еще и в стране, в которой разрешено оружие. Вот, поэтому, ну, наверное, можно считать действия неадекватными. Я единственное, что хочу сказать, что я уверен, что вот этот казус, он будет глубоко исследоваться, и потом из него сделают выводы. Вся вот эта машина государственная американская, чего, к сожалению, не происходит у нас. Продолжение следует...